Бостон и Боб Кэтс 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 Вы молодцы, на самом деле, в конце чуть докнали. Да, ну, слушай, начало провалили, конечно, и вот сами создали себе проблемы. Героически пытались их преодолеть. Марфу сегодня молодец. Можно было выигрывать? Можно было выигрывать, но в паре моментов, ну, товарищи со свистками сделали столько-то грязного дела. Фолл, который Егору выписали, блин, он там стоял 10 секунд просто вот так. В него врезается чувак, Егору дают фолл. Ну, ладно. Я считал, он в одну минуту, полтора минуты, полторы стояли вот так. Ну, да. Просто он не бегал? Он не бегал, он просто стоял на месте, потом в него врезается чувак, ему дают фолл. Хулькист. Ладно. Все, ну, короче, игра на самом деле... Со шляпи, например, не будем брать, матом ругаться. Да, не будем матом ругаться, да. Ну, Детройт выиграл у Хьюстона, поэтому все равно третье место, так что... Все, ну, ничего страшного. Спасибо. Миннесота и Денвер. Встреча двух команд под закрытие регулярки, которые могли бы устроить довольно равную зарубу. Но, увы, Денвер приехал в шестером, а Миннесота, наоборот, привезла основных скороров, дабы не упускать преимущество первых мест и, соответственно, не прогадали. Уверенные победы в первых трех четвертях за волками и только небольшая просадка в четвертой четверти всего на два очка. В итоге уверенная победа фаворита, а Денверу я все так же желаю удачи и парни. Соберитесь уже через неделю плей-офф. Лучшими в Миннесоте стали Ильдар Мамбетов, 23 очка, и Антон Труфанов, 12 очков. Лучшим в Денвере стали Алексей Вавилов и Алексей Исаев, 18 и 14 очков, соответственно. Итоговый счет 75-51. Победа сытых волков. А где можно такой мерч достать? Когда сезон полный провалов, остается рассчитывать только на дополнительные какие-то стимулирующие услуги. Как играют сегодня? Отлично, парни боролись. У Миннесоты мало что получалось. Я считаю, штрафных очень много они забили. Ребята, на самом деле, по-серьезски говоря, выдали не самую свою хорошую игру. У нас, если бы состав собрался, ну, может, было бы чуть получше, но, с другой стороны, для нас игра ничего особо не решала, поэтому, собственно, результат такой. Но в серебряном плаву будем бороться, посмотрим, что будет. Паша, ну, соперник считает, что вам повезло сегодня? Ой, да нет, ребята Денвер и с того сезона, и в этом сезоне очень крепкая команда. Бывают, конечно, у них игры, когда, может, где-то где-то нету настроя у них происходит, но атаку... Не, не, сегодня они сами играли. Все ребята, как бы, ну, старались, но, в принципе, турнирное положение их такое, что они пятое место занимаются в дивизионе. В принципе, они в серебряном уже выходят без таковых. Вот, ну, а так, сколько у них игр было, да, было видно, они любой команде с тобой давали. То есть, так же и с Лейкерс у них был матч очень такой тяжелый, напряженный. То есть, ну, сегодня, да, может, где-то пару ребят не хватило, а так они тоже старались. Какое время произошло, когда ты гореть начал играть на скамейне? А, нет, ну, у нас такая ситуация под конец игры получилась, что при быстрых атаках у нас, либо быстрых отрывах, часто игрок оставался, то есть, ну, в своей зоне. Бывало, конечно, я оставался, да, но зачастую у нас ребята вот оставались, и получилось, когда мы возвращались в свою зону, то 4 на 4, да, оставались, то, ну, смены не было. То есть, я остаюсь своим игроком, ребята не меняются. А так, в принципе, все по игре было, все нормально. Какие дисциплинарные меры ты будешь принимать? Да никаких, надо мне самому как... Диагрю пропускать? Нет, самому мне корвалолчика попить чуть-чуть. Самому поспокойнее быть. Ну, и ребятам, да, с ними небольшую беседу проведем. Просто, ну, не дисциплинарную такую, а просто, как бы, некоторые моменты разберем, чтобы такого более сильных игр, более таких важных игр, как в плей-офф, такого не происходило. Спасибо. Окрыленные победой на Джаз против победоносного Портленда. Довольно интересный матч был спрогнозирован, но что случилось с коллективом Леши Шляпина, большой вопрос. Даня, набирающий два матча по 20-30 очков, в этой игре умудрился набрать меньше Леши Шляпина. Ребята, вы в курсе, что через неделю плей-офф и ваш соперник... Я не могу часто называть название этой команды, так как организаторы подумают, что это очередные дневники про нее. В общем, у вас серьезный соперник, и такое непостоянство на площадке. Леша, срочно проведи работу над ошибками. Портленд по-прежнему, хоть и небольшим составом игроков, но очень качественными, снова одерживает победу. Даже без загреба Каменский способен в одного переломить ход встречи и забрать победу в свою пользу. Эта игра исключением не стала. Лучшими в Портленде стали Игорь Каменский, 37 очков, и Сергей Быков, 16 плюс 16 подборов. Лучшим в Винде стал Вадим Дмитриев и его 17 очков. Итоговый счет 77-52, победа Портленд. Ну что, сегодня оборона в Винде трещала по швам? Да, можно сказать и так. Не все получилось. Может быть, моя ошибка. Да, никто не сломался. Да, вот. Отличный настрой на игру. Да, на самом деле, то есть настрой был, чтобы никто не сломался перед плей-оффом. Игра ничего не решала с точки зрения таблицы. Вот. По крайней мере, посмотрели со стороны на проблемы, которые есть. Я считаю, это хорошо. Есть проблемы? Ну, конечно. Если бы у нас не было проблем, мы бы, наверное, где-нибудь повыше таблицы были. Так что все нормально. Очевидно, что у нас не такие проблемы, как у Чикаго, но и тоже есть. Как у вас соперник? Соперник хороший, тоже неоптимальный состав. Дениса, например, не было. Можно было играть. Ну, тяжело. У них больше... У них роста высокорослый просто получается. Вот. Ну, здорово, нормально поиграли. Соперник классный, респект. Спасибо. Мемфис, победивший команду, которую мне нельзя часто называть, против нового Орлеана. Все ждали подобную схватку, как на прошлой неделе. Но Леонид Кулаковский решил нас расстроить и не приехал на игру. Результат не заставил себя ждать. Первая четверть сразу в плюс 23 от пеликанов. Дальше расслабившись, Мемфис решил дать отпор и сыграли вторую четверть вровень. Чтобы совсем убить интригу, пеликаны решили добить лежачего и третий четверть взяли еще в 13 очков. В итоге Мемфису так и не удалось взять ни о единой четверти. Но парню еще есть шанс выйти в серебряный плей-офф и побороться за чемпионство там. Лучшими в пеликанах стали Александр Акулов и Виктор Бородин. 24 и 16 очков соответственно. Лучшими в Мемфисе стали Владислав Камалов и Антон Завернюк. 16 и 10 соответственно. Итоговый счет 105-65. Победа пеликанов. Пацаны, если бы так с Далласом играли, то очень крупно бы не им проиграли. Что случилось здесь сегодня? Мы с Далласом так и играли. Ну да. Но с Далласом слабый. Продолжай. Я прям как будто сам ждал этого ответа. Как играть сегодня? А че? Ничего, какая разница? Ты видел все? Как саперей, нормально? Хорош, да. А че? Че еще? Да ничего, спасибо. Просто от плохого мы ждем, слава. Да, да, спасибо. Хорнац, видимо, услышали мои пожелания по поводу своего состава и на игру приехала. Не знаю, можно ли его так называть. Их темная лошадка в лице Фарука. Мощь, физика, скорость и отрывы коллектива из Шарлот в одну калитку и разгромили в этой игре парни из Никс. Вот к Нью-Йорку большой вопрос. Какой-то разлад у вас совсем случился, а ведь до главного события всего неделя. И еще. Ребят, реализация со штрафной 18% на команду. Ну, это просто ужас. Будем надеяться, что это просто такой день был. И лишь случайность. Успехов обоим коллективам и побольше побед. Лучшими в Хорнац стали Евгений Иванов и Рустам Гафаров 18 и 14 очков. Лучшими в Нью-Йорке стали Артем Салихов и его 16 очков. И Михаил Судоша 9 очков и 17 подборов. Итоговый счет 82-44 Победа Хорнац. Скажу честно, я не смотрел эту игру. Что было вообще? Ну, мы играли, боролись, выиграли. Ну, с приличной разницей. Вот. Но Булки не расслабляли. Играли до последнего нормально. Вот. Никсы тоже. Ну, бились, бились. Они нехорошие ребята. Это состав, который ну, очень сильно отличается от прошлогоднего. Я только Андрюха помнил со скамейки капитана и все. Вот. Ну, сильные ребята. Мне кажется... Ну, все удалось, что вы хотели. Мы ничего не хотели. Просто хотели играть. Хотели выбрать. Да, да. Поздравляю. Скоро пловчик. Да, на следующей неделе. Ну, да. Вы, получается, будете играть с волками? Либо, да. Я не знаю. Миннесота, Бруклинг, кто там первый милд займет. Скорее всего, с ними. Так что это будет самая одна из таких... Да там вообще жопа. Куда ни иди, туда все равно жопа будет. Да, да. Ладно, еще раз. Сложный матч для вас. Соперник очень сильный. Еще приехал в полном составе. Как оцениваешь ребят Хорнец? Да, Хорнец классно играли. Командная игра. У них нету какого-то явного лидера. Другое дело, что наша зона полностью провалилась. Надо было взять лично, но как-то мы не договорились на эту тему. С каким настроением подходит к ПО? Да с боевым. На самом деле, несмотря на какие-то неудачи сейчас у меня, да и у всех ребят, желание только играть и выиграть. Верите в свое будущее Нью-Йорка? И драть всем в жопу, да. Ну ладно, успех. Вы привыкли слышать про кризис в Оклахоме или Нью-Йорке? А как вам кризис в Юте? Или это просто неудачное стечение обстоятельств? На игре то 5, то 6 игроков и снова без Лапинского. 5 игроков набрали больше 12 очков каждый. Этого все равно недостаточно, чтобы пройти окрепший коллектив из Сан-Антонио. Треугольное нападение Сан-Антонио с использованием Ткачева работает на отлично. Если бы весь сезон парни играли в такой баскетбол, многим командам бы не поздоровилось. В общем, три четверти за Сан-Антонио и лишь одну. Они, видимо, устали и немного просели, но это не сильно повлияло на результат. Лучшим в Сан-Антонио стали Юра Ткачев и Роман Деревянкин. 33,26 очков соответственно. Лучшими в Юте стали Тимофей Двужилов и Владисав Безрукавов 24,20 очков соответственно. Итоговый счет 188. Победа Сан-Антонио. Ну что, тренер, поздравляю. Спасибо. Все отлично, брызгло, парни играли очень сплоченно, мне понравилось. Очень много трех очков было, брызгков много было. Это и сыграло очень важную роль. Я думаю, а тебе чего удалось обыграть на столь высокую команду? Роман Деревых сплоченных, ребята собрались наконец-то, это было очень важно. Сама команда очень, ну, мне понравилась их пятерка и четверка, ну то есть пост у них очень хороший. Были, видно, некоторые броски у ребят, но мы все-таки перебросали и Туф очень хорошо сыграл в посте и все было отлично сыграно. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Торонто и Лейкерс. Да, что бы вам рассказать. Знакомое начало. Ну, тут чуть больше интриги, чем с ГСВ. Лейкерс, похоже, вторую и третью четверть просто ходили пешком и абсолютно не напрягались и поэтому их проиграли. Но нам, конечно, приятнее думать, что Торонто собрались, нашли свою игру и смогли навязать борьбу победителям регулярки. И только в четвертой четверти Лейкерс смогли что-то противопоставить этой машине по набору очков и выиграли матч с небольшим преимуществом. Лучшими в Лейкерс стали Антон Крестьянинов и Алексей Дамани 17 очков и 14 очков соответственно. Лучшими в Торонто стали Данил Тумкин и Алексей Кочетов 23 и 17 очков соответственно. Итоговый счет 79-89 победа Лейкерс. Всем как всегда спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать нас лайками и комментами. Всех обнял. До встречи на играх. Счастливо! Спасибо!